Добрый день любители радиоуправляемых моделей. Возвращаемся к нашему двухметровому Ан-2. Работа движется и сегодня нам предстоит с вами собрать основные стойки шасси. Здесь в угоду простоте сборки мы решили немножко изменить конструкцию основных стоек по сравнению с предыдущим вариантом модели. В частности, на этой модели мы решили отказаться от амортизируемых стоек. Теперь это будет у нас бутафория, просто две трубки 10 и 12 миллиметров вставлены одна в другую. Основная цапфа также будет делаться не из алюминиевого блока, а из слоеной фанеры. В качестве подкосов используем пруток 3 миллиметра. И чтобы не нарезать резьбу, фиксировать эти прутки будем при помощи обычных колесных фиксаторов. Как видите, все достаточно доступно, все просто. Используются самые простые материалы, так что любой может из того, что есть под руками, собрать такие стойки. Ну, а мы приступаем к работе. Итак, первым делом нам нужно собрать саму цапфу крепления колеса. Итак, берем три таких полноценных слоя, собираем. Затем идет проставка с обрезанными выступами и еще три внешние накладки. Просто на болт насаживаем, гайкой фиксируем. Теперь нам нужно сделать отверстие под крепление стойки. Соответственно, в оставшийся паз на центральном слое вставляем две такие деревянные детальки. Просто вровень монтируем. И теперь основательно затягиваем гайку. Нужно качественно пропитать этот блок циокрином. Здесь клей не жалейте, это основная деталь. От ее прочности будет зависеть, насколько долго проживут шасси на вашей модели. Фанера достаточно хорошо впитывает жидкий клей. Так, теперь фиксируем стойку этой оси. В принципе, она остается подвижной. Стойку ставим так, как она у нас будет располагаться на модели. Задний подкос у нас пойдет в заднее отверстие, передний, соответственно, в переднее. Фиксаторы пока сильно не затягивайте, только чуть-чуть поджимаем, чтобы они не выпадывали. Ну, теперь эти стойки нужно установить на модель. Как вы помните, в центроплане нижнего крыла у нас заранее были установлены болты для крепления стоек. И теперь нам нужно будет сделать в передней кромке вырез, куда эта стойка, собственно, и встанет. Мы облегчили вам работу и сняли шаблон с выреза в этом залезе. Остается ввести паз и аккуратно его вырезать. В результате получается у нас вот такая ниша. Итак, вот берем только что собранную нашу стойку и устанавливаем саму стойку сперва на ось. Как раз у нас остается место для гайки. Теперь фиксируем передний подкос. Он у нас проще и тут проблем с ним не возникает. Фиксатор надеваем. И вот в результате у нас получается такая конструкция крепления на три точки. Сейчас аналогично крепим вторую стойку. Смотрим, чтобы оси колес у нас были отклонены на одинаковый угол. Как говорят автомобилисты, делаем развал. Вот у нас по этой стороне чуть-чуть угол отклонения меньше, соответственно, надо завалить чуть-чуть сильнее внутрь. Ослабляем фиксаторы на внутренней стороне. Добиваемся того, чтобы углы у нас были одинаковые. И вот теперь фиксаторы затягиваем окончательно. Ну и ставим на место колеса диаметр 90 миллиметров или 3,5 дюйма. Я пока, конечно, их только наживлю, чтобы потом разобрать и покрасить цапфы. Но в целом колеса для нашей аннушки готовы. Вот так будет смотреться шасси. Поставим модель на колеса. Основные стойки жесткие. Хорошо будут держать. В следующей части мы с вами займемся как раз хвостовой стойкой и установкой сервомашинок на хвостовые рули. Протянем тяги, установим хвостовую стойку, навесим рули и все это уже будет у нас тоже готово. Фюзеляж практически будет готов к окончательной сборке. А на сегодня все. Короткая нарезка основных моментов уходит на канал YouTube. Если вам требуется посмотреть более полную версию по сборке шасси для нашей модели, сделать вы это можете в Центре развития моделизма. Ссылочка в подсказках. Переходите, регистрируйтесь и смотрите подробные пошаговые видео уроки. А я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Заходите в наши группы в социальных сетях, ВКонтакте самая активная группа. Также для вас работает форум, есть интернет-магазин, где вы можете приобрести как готовые модели, так и комплектующие для них. Ну и, конечно же, Центр развития моделизма. Новый ресурс, где собирается вся информация от самых азов. И до сборки вот таких красавцев, достаточно больших и сложных. Каждая модель с подробными пошаговыми видео инструкциями. В общем, сделано все, чтобы вы могли спокойно и безболезненно выйти в наше хобби и заниматься любимым делом. Будьте с нами, смотрите нас. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи. Играем по-взрослому.